В Сургутском государственном университете состоялось открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи. Оно объединяет школьников, студентов и молодых специалистов по интересам, создает возможности для развития и самореализации, а также направлен на профессиональную ориентацию. Сегодня в рамках открытия состоялся фестиваль «Мое будущее». С места событий наш следующий сюжет. Российское движение детей и молодежи – это совершенно новое объединение первой. Российский съезд состоялся в Москве в декабре. В нем приняли участие и угорчане. Студенты и школьники провели два дня в столице страны, где участвовали на различных тематических площадках и даже представили свои проекты. Это движение сейчас набирает популярность, в том числе и в Сургутском государственном университете. Подробнее о местном движении нам расскажет председатель студенческого комитета Егор Кондратьев. Егор, здравствуй. Какова вообще цель создания такого первичного отделения? Чтобы увеличить масштаб, войдут студенты, преподаватели, которые будут задействованы в этом, которым это будет интересно. Чтобы школьники приходили в университет и уже понимали, что здесь будет происходить, какие здесь есть мероприятия, как можно развиваться. Площадка стирает границы между студентами, школьниками и вообще всей молодежью. Да, это будет такая пограничная зона, где соединит школьников и студентов. На фестивале «Мое будущее», который проходит в рамках открытия первичного отделения российского движения детей и молодежи, можно увидеть научные достижения. Здесь работает площадка, где студенты представили свои работы. Подробнее о своем проекте нам расскажет студент второго курса Исмаил. Исмаил, расскажите, пожалуйста, вот что за проект вы сегодня представляете, когда вы его разработали? На данном стенде представлено два проекта. Начали мы заниматься еще с аспирантуры. И также являемся инженерами Центра компьютерного инжиниринга на базе Сургутского госуниверситета. На слева от вас представлен цифровой двойник колтюбинговой установки. Особенность в том, что данный образец в оригинале является импортным и очень дорогостройщим. Наша задача была провести виртуальное исследование на данную модель и выяснить, при каких показателях металла будет происходить как раз-таки разрыв и усовершенствовать его прочность. Одна из главных задач российского объединения – это профессиональная ориентация. Здесь проходит своеобразная ярмарка вакансий. В Сургутский государственный университет пришли потенциальные работодатели. Это представители градообразующих предприятий, производства и федеральных служб. Подробнее о своем участии нам расскажет заместитель начальника федеральной налоговой службы Алена Белицкая. Алена Владимировна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, зачем вы сюда пришли сегодня? Здравствуйте. Мы, конечно же, как и любой работодатель, заинтересованы в подборе кадров. Нам интересно пообщаться, в том числе, со студентами. Понимать их предпочтения, желания, рассказать о преимуществах именно нашей налоговой службы, чтобы молодежь тоже была заинтересована и в том числе в стабильности работы. И, конечно же, хотим и рассказать наши преимущества, наши льготы, условия, на основании которых можно поступить на гражданскую службу. Ну и, соответственно, заинтересовать наших потенциальных кандидатов, чтобы они приходили к нам на работу. Фестиваль «Мое будущее» завершился мастер-классами, дебатами, квестом и балом науки. Отмечу, что сейчас очень трудно сказать, сколько всего участников состоит в региональном отделении российского движения детей и молодежи. Все желающие до сих пор продолжают регистрацию. Ну а в целом увеличение количества участников движения – это уже постоянный процесс, который никогда не прекратится. Леана Киамова, Владимир Гайнзе, телекомпания «Югра», Сургут.